Как погасить задолженность перед людьми, которые честно выполнили свою работу, но зарплату не могут получить уже долгие месяцы, сегодня обсудили в прокуратуре Чувашской республики. Там прошло межведомственное совещание при заместителе генерального прокурора России. Долги по заработной плате, несмотря на все усилия властей и правоохранительных органов, увеличиваются. В общей сложности людям не выплачено более 160 миллионов рублей и большая часть бывшим работникам обанкротившихся предприятий. В два с половиной раза возросло количество предприятий должников с 23 до 56, в полтора раза число пострадавших работников. Конечно, отчасти это можно объяснить активизацией работы прокуроров, контролирующих органов по выявлению латентной задолженности. Необходимо усилить межведомственное взаимодействие и эффективнее использовать практику заслушивания руководителей предприятий должников на трехсторонней комиссии при главе Чувашии. Подчеркнул в своем докладе начальник управления Генеральной прокуратуры России в Приволжском федеральном округе Александр Акатьев. Государство наделило каждый орган, руководители которых сегодня присутствуют в этом зале, своей компетенцией. И грамотно распоряжаясь представленными полномочиями, объединив усилия, можно и нужно сделать очень много. И в первую очередь поставить заслон нарушению прав граждан на оплату труда. Сейчас рассматривается возможность в судебном порядке отдавать приоритет погашению долгов по зарплате после реализации имущества предприятий банкротов. И только потом направлять оставшиеся средства на погашение налогов. В некоторых регионах такая практика уже работает. Глава Чувашия уверен, эта мера поможет снять многие наболевшие вопросы. Например, в случае с Чуваш-Автотрансом очередность выплат необходимо поменять, поставив на первое место погашение долгов по зарплате. Но задача, касаясь очередности, 60 миллионов рублей налогов, обращаясь к судебным органам, поддержать нашу инициативу, аргументацию и защищая трудовые права наших граждан, все-таки вынести соответствующее решение суда. По итогам совещания приняты ряд решений, которые помогут усилить работу всех ведомств по защите прав граждан на оплату труда. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.